Эта очередь в основном состоит из иногородних студентов и других гостей города, которые на Новый год хотят уехать домой. Юлия Краснощёнкова по опыту знает, если билет не купить сейчас, потом до родного Тулуна придётся добираться на такси. Новый год уже скоро, все спешат домой, к родным, к близким. Но я тоже спешу и надеюсь, что сейчас я уже возьму билет. А если ехать позже, то навряд ли будут билеты. Юлин расчёт оказался верным. Билеты Тулуна она взяла. Специально на самые пиковые дни автовокзал открыл дополнительно 11 рейсов до Устелинска, Ускута, Братска, Саянска и Тулуна. Идёт всё в плановом режиме, работа идёт, касса работает. Вы видите, что большой загрузки нет. Но хотя на 29-30 число, я думаю, что подвижка населения будет увеличена и желающих уехать будет больше. Мы на всякий случай договорились со своими партнёрами, что если нам потребуется дополнительное количество рейсов, то они нас подстрахуют. В аэропорту тоже увеличили количество рейсов, одновременно подняв цену билетов. В Пукет, например, ещё месяц назад можно было улететь за 21 тысячу. Сейчас это обойдётся в 40 и даже в 60 тысяч рублей. И всё равно все билеты на предновогодние рейсы ушли в лёд. Билетов уже вообще нету, то есть остаются только отказные, и то ловят их вообще очень быстро. Но в основном это Китай, Пекин, Южная Корея, Сеул, Таиланд, Бангкок, Пукет. Ну, естественно, всё через Москву, вся Европа уже давно раскуплена. Такая же ситуация на железнодорожном транспорте. Например, до Усть-Илимска на 28 декабря не осталось плацкартных мест, только купе. По словам кассиров, на популярные направления билеты разобрали ещё в конце ноября. Железнодорожники готовы к предновогоднему ажиотажу. Ещё в начале ноября назначили 12 дополнительных поездов. Они будут ходить с 25 декабря по 8 января и перевезут 170 тысяч пассажиров. Максимально высокая нагрузка традиционно придётся на 28, 29 и 30 декабря, а также на рождественские дни. Туяна Немаев, Александр Мокин. Новости сейчас.